28 октября в столице Чувашии ждут премьеру. В Театре опера и балета нас у зрителей представят музыкальный спектакль «Аттилла. Рождение легенды». Что объединяет скандинавские саги, чувашские предания и дрени-римские летописи? Герой Аттилла. Воин, прозванный современниками Бечом Божьим. Великий полководец, объединивший множество народов, в том числе и предков Чувашей. Главный герой предстоящей премьеры. Слово «Аттилла» как натянутая тетива, как какой-то такой мощный образ. Киргизы, к примеру, считают Аттиллу своим героем, не без оснований, так же и казахи. То есть он, Аттилла, руководил союзом племен. И в этот союз племен входили самые разные народы. Легендарный герой в эпоху великого переселения народов, создавший огромную империю от Китая до Европы, и сегодня не утратил своей сплачивающей мощи. Понимаете, тут премьера абсолютно для всех цехов театра. Это очень сложная работа и для хореографического коллектива, для нашего балета. Это очень сложная работа и для оркестра, и для дирижера, и для меня. Это очень масштабная работа и для художественных цехов, и пошивочных цехов, и бутафорских цехов. Тут все достаточно серьезно. Тут все, в принципе, на грани наших возможностей. Атилы в молодости, айцей, старейшины гоннов, римляне, рабыни, римлянки целых шесть, вода времени. Уже по эскизам можно сказать, что состав балета огромный. Сюжет новый, эскизы оригинальны, музыка с нуля. В общем, подобного балета, аналога такого в мире нет. Конечно, есть одноименная опера Джузеппе Верди, хорошо известная во всем мире. Но на балетную постановку, причем с собственной музыкой, кроме наших артистов, не решился пока никто. Как опытному работнику, наверное, мне 10 костюмов доверили шить на этот балет. Ну, вот это костюм Гона, ну, это как бы обновляем мы костюм. А вот следующий костюм, костюм Римлянина. Это я полностью сама начала шить, шьем. Ну, значит, два костюма у меня такие, таких четыре костюма. Ну, еще другие есть, которые еще в работе. Над балетом, поставленным на средства гранта главы Чуваши, карпели больше года. Но, как признаются авторы проекта, на создание музыки, танцы, костюмов, декораций требуется гораздо больше времени. И тем сильнее предвкушение этого поистине исторического культурного события. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.